5 июля 1744 года Барнаульский завод по устроению в действии пущен Выплавлена первая барнаульская медь Но пару лет спустя обнаружили, что алтайская медь содержит большое количество серебра Завод получил звание меди-сереброплавильного В течение долгих лет он поставлял российской казне значительную долю этого драгметалла 18 июля 1825 года был заложен обелиск в честь столетия горнозаводского производства на Алтае Идея принадлежала Петру Фролову, начальнику Колывана Воскресенских заводов На создание памятника ушло 14 лет Гранит добывали и обрабатывали в горной Колыване Дополнительную прочность ему обеспечили специальные внутренние штыри и свинцовые спайки С приходом советской власти большевики столб пытались перенести, сделать из него монумент героям революции Но удалось его лишь слегка оцарапать, да еще снять бронзовые литые таблички, в том числе с изображением Демидова Кстати, до революции это был единственный в России монумент, посвященный не военным, а трудовым свершениям 25 июля 1997 года в Барнауле торжественно открыли новый мост через Обь Решение о его постройке было принято еще в 1985 году Но сначала перестройка, а затем экономические неурядицы сильно затормозили процесс Решающий момент наступил в 1992 году Недавно избранный президент Борис Ельцин посетил тогда Барнаул Прямо на берегу Аби он подписал проект указа и распоряжения о финансировании строительства моста Согласно легенде, для этого свою спину под бумагу подставил тогдашний глава региона Владимир Рафикешт Стала на берегу не нашлось, что же было делать? С этого момента до сдачи моста оставалось 5 лет Сегодня без нового моста, который далеко уже не новый, немыслимо транспортная система региона Субтитры создавал DimaTorzok